Всем огромный привет! С вами Лана на канале Секреты стиля. Сегодня вас ожидает теговое видео под названием «Коллекция сумок моей мечты». Этот тег придумала Олеся Абанина. Девушка ведет узконаправленный канал, где рассказывает о самых популярных и актуальных дизайнерских сумках. Олеся смогла вдохновить и подключить к этому тегу еще 4 девушки. И поэтому сегодня вас ожидает целых 5 видео. Просто переходите внизу в инфобоксе. Я оставлю 5 ссылок на другие каналы, которые участвуют. Один из них это Стайлми Бэта и хозяйка канала Ольга. Она стивист, проживает в Швеции. Другой канал это Сеуля из Америки. Девушка не только записывает видео про сумки, но у нее основная тема расслабление. Она вам расскажет, как освободить место у себя в квартире для новых вещей и новых впечатлений. И последняя девушка у нас Лика из Китая. Канал называется Лика Лето. И там не только про сумки вы найдете информацию, а также очень много всего интересного про Китай. В общем, как вы видите, целых 5 каналов. Все мы рассказываем о сумках. И потому, чтобы не повторяться, потому что большинство из этих каналов расскажет вам про дизайнерские сумки мечты, я решила все-таки сделать видео с позиции стилиста. И тут не будет ценовой политики. Я не буду вас отправлять в какой-то люкс или масс-маркет или средний ценовой сегмент. Я просто вам расскажу про разные категории сумок, исходя из их назначения. И я тут обращаю ваше внимание на функциональность. То есть, для чего вам нужна эта сумка. Также дам кое-какие рекомендации по цветам, для того, чтобы вам легко было сочетать эту сумку с вашей повседневной одеждой. И надеюсь, вам это будет очень полезно и интересно. И если вам действительно поможет это видео, конечно же, пишите мне в комментариях, что вы думаете. Мое видео поможет тем из вас, кто еще всерьез не задумывался про коллекцию, может иметь 2-3 какие-то сумки, пользуется. И вот, если вы решите все-таки начинать формировать свою мечту, то я вам, наверное, подскажу, откуда стоит начать. Если вы только начинаете формировать свою коллекцию, то первую сумку, которую я бы купила, это будет деловая сумка. Деловая сумка нужна всем, кто ходит на работу или кто занимается бизнесом, а также тем из вас, кто просто бежит в город по делам. Такая сумка должна быть вместительная. И тут главное, наверное, ее функциональность. У меня уже много лет вот эта сумка. Вот, только из-за того, что всегда очень удобно. Тут еще есть ремешок длинный, да, на плечо вешается. Кстати, этот ремешок я удачно прицепила на свою вторую сумку, потому что он легко под все подходит. Он черного цвета, да. Про эту сумку я вам тоже расскажу. То есть, если вы хотите начать формировать свою коллекцию, смотрите на деловую сумку. Пусть она будет функциональная, чтобы все влезло, что вам нужно. Лаптоп, что вы с собой берете, тетрадки, книжки. Если вы студентка, да, ручки, заколки, расчески, зеркальце. И все-все так нам, женщинам, необходимо. Пусть будет место для всего в этой сумке. Что касается цвета, пусть эта сумка будет черная или серая, да. Пусть она будет в монохроме. Тогда ее очень легко комбинировать. Или если у вас уже одна такая монохромная сумка есть, которая подойдет буквально под все, то вторую сумку приобретите нюдовую или светло-розовую, пудровых оттенков. Также молочная сюда подойдет, светло-бежевая. Цвета загара для более теплой погоды, наверное, больше подойдет, чем черная. Но это понятно, потому что одеваемся мы летом в более светлые цвета. Вторая сумка, которая вам нужна на каждый день, это сумка кроссбадди. Пусть она будет поменьше. Видите, я вам показала первую, очень вместительную, да. А вторая уже намного меньше идет размером. И это сумка, когда вам нужно куда-то пробежаться, выбежать ненадолго, да. Вам не нужно с собой носить какие-то важные бумаги, документы, ручки. Но сюда вполне себе влезет ваш любой телефон, маленькая камера, если вы блогер. И все самое необходимое. Эта сумка тоже очень удобная. Обязательно должна быть. И потому что на кроссбадди для меня всегда важно. У меня все сумки получаются с ремешками с длинными. Потому что такие сумки освобождают нам руки. И когда мы... Сейчас модно очень, да. Огромный такой клатч, бесформенный, да. Сумка-мешок, которая без ручки. Это, конечно, хорошо для фоточек, да. Но для повседневности и для каждого дня она не годится. Я так думаю. Кто не согласен со мной, пишите. Согласны, не согласны под видео. А теперь приступаем к третьей категории. Пропаганда здорового образа жизни ведется уже давно. И как вы уже прекрасно заметили, наверное, в повседневности все чаще и чаще встречаются элементы спортивной одежды и аксессуаров. И это, кстати, очень функционально, очень удобно. И для тем, кто должен очень много ходить и много времени проводить где-то в природе, на воздухе. Особенно касается молодых мамочек это. Конечно же, нужна нам такая деталь в гардеробе сумок, как рюкзак. Рюкзак или какой-то другой модный саквояж. Для того, чтобы всегда иметь ту сумку, которая вам нужна для выхода в город. Поэтому, если у вас еще нет рюкзака, обязательно его приобретите. У меня, например, нет рюкзака, потому что мне он просто не нужен. Я все-таки обхожусь каким-то чудом. Сумка Микросбади, их у меня целая коллекция. И отдельное видео про них. Заходите, кому интересно, смотрите. У меня, конечно, есть мечта пополнить эту коллекцию еще несколькими сумочками. Одна из них, к примеру, я уже про это говорила, от бренда Carven. Я хочу приобрести сумочку, которая произведена дизайнером Серж Руфьо. Потому что этот дизайнер потом ушел работать в Диор, но он успел произвести буквально три коллекции для дома Carven. И там достаточно прекрасное качество и дизайн. Вот хочу такую сумку купить. Это я могу себе позволить. И следующая, последняя категория. Я бы сказала, что сумка на лето. И тут, наверное, будет сумка-корзинка. У меня вот такая корзинка. Это даже не просто корзинка, а какой-то симбиоз. Сочетается ведро, что сейчас очень модно, сумочка-ведро, с сумкой-корзинкой. И, как вы видите, ремешок тут от другой сумки, потому что я меняю их. За меня у меня есть широкие ремешки и тонкие. То есть вот такая сумочка на лето. У меня черная, потому что... Наверное, потому что я очень много путешествую. И мне важна, как сумка выглядит. Если она будет очень ранимая, очень хрупкая или белая, то я не смогу просто путешествовать летом и не смогу носить такую сумку. Потому что сумка должна быть в идеальном состоянии. И если она светлая, то, конечно же, требует намного больше ухода. Ну, вот такие основные категории. Если у вас уже все сумки из этих категорий есть, и все они вот таких нейтральных цветов, которые легко вписать в любой образ, не думая буквально по утрам, то я советую вам купить последнюю сумку в вашу коллекцию, которая будет акцентной. Еще одна категория, которую я пропустила, это сумка для шоппинга. Еще их называют шоппер. Такая огромная сумка, которая не закрывается обычно. Легко можно вместить очень много на шоппинге. Я почему-то не ношу такие сумки, потому что мне это просто неудобно. Это, во-первых, у меня с собой всегда есть кроссбадди. Часто у меня есть сумка на колесиках, когда я иду за шоппингом, потому что покупаю, если уже покупаю, то покупаю очень много. И для меня сумка шоппер, наверное, не подойдет все-таки по специфике моей работы. В магазинах вам при покупках всегда выдадут бумажный пакет. То есть я особо не вижу необходимости именно в этой сумке. Ну и вот, если вы уже купили по всем пяти категориям, что я указала себе сумку, то настала пора еще купить сумку яркую, в ярком цвете. И тут она будет для поднятия настроения, потому что иногда хочется чего-то яркого. Тут я рекомендую, чтобы не ошибиться, купить сумочку в цвет своей помады, потому что она тогда сможет всегда быть каким-то элементом цветовой детализации, повторять цвет в вашем костюмном ансамбле. То есть она не будет идти отдельно от вас. Но если у вас уже есть сумочка в цвет помады, то есть винная, бордовая, розовая, вишневая, не знаю, какую помаду вы любите. Она может быть светло-коричневая также. Если у вас такая сумочка уже есть, то я бы рекомендовала также цвет малахит или цвет еще его называют бензиновый, зеленовато-синий или цвет морской волны. Вот такой цвет смотрится из хорошей, если это кожа еще. Он смотрится дорого-богато и прекрасно вписывается в большинство образов, если это у вас модные, современные образы. И если у вас и такая сумка уже есть, то вы можете помечтать о какой-то пластиковой красивой сумке, которая будет отражать солнечные лучи и также поднимать вам настроение. И, конечно же, элементы пластика в сумках и в обуви – это сейчас тренд. Ну, напоследок, я, наверное, бы сказала, что не стоит говорить, что… Я читала ваши комментарии, да, вы говорите мне, что вот ты любишь сумки кроссбадди, да, это очень неудобные сумки, потому что у вас ничего не помещается. Тут я не согласна. Микросумочки – это тренд. Он еще продержится несколько лет, это точно. Также сумочки, которые поясные, да, сумочки, которые кошельки, очень маленькие сумочки. Их даже можно носить несколько. А также кроссбадди, мне кажется, очень вместительные, да, смотря что вы с собой носите. Я, допустим, не люблю, когда у меня много всего тяжелого со мной, да, носить. К примеру, если вы на работу идете, это одно, да, на целый день. Вам нужно там и помаду подправить, и расческу, и косметичку, и все что угодно, да, и документы. А если вы просто вышли в город за покупками, то, когда вы нагрузитесь там, как мама, да, вам это не поможет совершенно, потому что вы просто ничем не успеете из своей сумки воспользоваться, да. Я знаю, девушки носят и предметы первой необходимости, и носят и аптечку целиком, да, засовывают, там будет сумку. Кому одной маленькой кроссбадди мало, можете взять несколько сумок, да, одновременно. Хозяин-барин, как говорится, да. Я остановилась на самых необходимых сумках, о которых вы сейчас прямо начинаете мечтать. Составьте себе список для того, чтобы не купить какую-то ненужную, да, для того, чтобы купить только то, что вы будете носить с удовольствием, и чтобы каждое утро вам было из чего выбрать. Пожалуйста, пишите своё мнение, какие сумки отсюда уже на вашем виш-листе, да, выбрали ли вы что-то себе на виш-листе, или, может, у вас какое-то другое мнение, отличное от моего, тоже напишите, или, может, я что-то забыла. Буду рада, если вы меня поправите и скажете, что вот какая-то есть важная, необходимая категория сумок, о которой я просто не сказала в этом видео. Я буду читать все комментарии и, конечно же, вам отвечу на все ваши вопросы. Ещё раз напоминаю, что под этим видео ссылки на все каналы девушек, кто участвовал в этом теге, и передать я хочу тег своей подруге Анне из Флориды. Канал называется Анна Флорида, и мы с ней уже много делали совместных коопераций, совместных видео, и потому я знаю, она мне не подведёт, и видео её будет насыщенное, интересное, и не только я, но и все вы получите море удовольствия. У Анечки канал про всё-всё-всё, что необходимо девушкам 35+, там и как похудеть, и как восстановить овал лица, и полезные-полезные рецепты, которые выходят каждый четверт на её канале. Кроме видео о здоровой пище, у Ани есть видео про маски, есть видео про путешествия, и вообще очень много всего интересного на канале. И вторая девушка у меня будет Натали Нордбьюти, канал этот на немецком, но я его с удовольствием смотрю, потому что очень много прекрасных видео про бюджетную и люксовую косметику, а также девушка показывает нам свои аутфиты, образы на каждый день, и я знаю, что у неё есть одна из сумок, о которой я очень долго мечтала, пока ещё не приобрела, потому что она требует инвестиций, у неё есть сумка Биркин, пусть расскажет нам все достоинства этой сумочки. Ну вот так. Всем желаю отличного вечера. Напишите мне, пожалуйста, как вам такие видео, потому что я хочу ещё снять примерное видео про обувь, пока ещё не предложила девушкам, потому что всё зависит, в принципе, от вас, нужно ли вам такое видео про коллекцию обуви мечты. И если вам это интересно, то пишите. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok